Новое видео выходит каждый день в 20.00 Самп мобайл, самп мобайл Ммм, с чего бы тут начать? Я что-то даже вот так вот и не знаю, даже не подразумеваю с чего бы начать Наверное начать нужно, знаете ли, так издалека максимально, а возможно даже не максимально Возможно сначала мы отбросимся где-то на середину всей этой истории, потом отбросимся куда-нибудь в начало А потом какое-то заключение из всего этого сделаем Итак, давайте начнем по порядку Около двух лет назад у меня вышел ролик о том, как можно поиграть в GTA Самп мобайл Или еще во что-то такое, в общем в GTA Самп на телефоне И тогда тот ролик набрал достаточно большое количество просмотров То есть тогда за первые там несколько дней он набрал там то ли 2, то ли 3, то ли еще сколько-то тысяч просмотров Сейчас там около 5000 просмотров И вы знаете, у данного Самп мобайла, у данного клиента Сампа, на котором возможно было поиграть Была одна очень большая проблема Проблема была в том, что на iOS поиграть было достаточно сложно, достаточно проблематично И практически невозможно, то есть там нужно было что-то качать, какие-то костыли куда-то Вот все там вот так вот, все вот это вот нужно было делать И до боли было абсолютно непонятно вообще, как все это настроить без какого-то подробного видеогайда А гайд, который прилагали сами разработчики вот к этому самому Самп мобайлу Был максимально какой-то, вы знаете, ну какой-то расплывчатый, какой-то мутный Мол, зайдите туда, сделайте то, там установите то, там удалите это И после этого можете вот как-то заходить в GTA Самп и начинать вот что-то более-менее вот как-то делать И тогда я заслуженно получил достаточно большое количество дизлайков Достаточно большое количество негативных комментариев Потому что, скорее всего, люди ждали того, что я объясню им там, как установить Самп мобайл Как зайти там на их любимый сервер, там на какой-нибудь, я не знаю, Diamond Roleplay На какую-нибудь там Аризону или на какой-то еще подобный там сервер Для того, чтобы поиграть, для того, чтобы записать вот этот, вы знаете, первый летсплей Там копаюсь на шахте, делаю там еще какие-то вот эти вот, знаете ли, все дела О которых вы только можете подумать, о которых вы только можете мечтать и так далее Однако я подобного объяснения не дал И вследствие этого достаточно заслуженно получил большое количество дизлайков И негативных комментариев по поводу вот всего этого Что же изменилось за два года? Во-первых, разработкой мобильного Сампа занялись большое количество разнообразных серверов В том числе Аризона разрабатывает свой клиент для мобильного GTA Сампа Он будет называться Аризона Мобайл И по нему пока что до боли ничего не известно У нас есть какие-то там, знаете ли, интерфейсы, которые выкладывают разработчики У нас есть там еще какие-то дела, которые выкладывают разработчики На стримах Стаса, то есть директора Аризоны постоянно донимают вопросами Мол, как, что, где, когда мобайл, когда там что-то такое Он даже из этого хотел сделать отдельный мерч Там где будет написано на спине вроде, когда мобайл, там где мобайл и так далее И вот в принципе многие люди сейчас хотят занять вот эту вот мобильную нишу Потому что мобильная ниша, она одна из самых прибыльных вообще в принципе Там из вот этих вот игровых ниш и так далее Потому что компьютер, ну вообще в принципе мощный компьютер Есть далеко не у каждого, там знаете ли, современного пользователя Да и тем более там разбираться надо Тем более там надо что-то скачивать Какие-то там возможно вирусы можно качать и так далее То есть все достаточно проблематично устанавливается Все достаточно проблематично там как-то заходится Там много ошибок, много всяких проблем, много всего-всего прочего А телефон, он есть практически у всех обладателей, я не знаю, Российской Федерации, у всех жителей Российской Федерации практически есть телефон, у всех жителей СНГ есть телефон, какой-то, знаете ли, такой более-менее мощный, на котором можно, знаете ли, зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, там ВКонтактоклассники какие-нибудь и так далее, там в Инстаграме отлайкать какую-нибудь свою Одноклассницу и сделать много разнообразных тепотребств, и поэтому мобильная сфера, она одна из самых прибыльных. Насколько я знаю, там Sucre стал то ли разработчиком, то ли инвестором в один из вот этих вот самых мобайлов, и вы знаете, что изменилось за последние два года? Наверное, отладили синхронизацию, сделали еще какие-то вещи, однако устанавливать все так же сложно. Начнем с того, что на айфоне теперь вроде как вообще не поиграть, потому что достаточно сложно там сделать все под айфон, потому что это закрытая система, и как там все это сделать, непонятно. То есть абсолютно точно не ясно вообще, где все это можно сделать, как это все скачать, где это все установить, и вот многое-многое другое. На Android вроде как там даже теперь есть какая-то автоматическая установка всего-всего-всего, есть какая-то там ручная установка, если мы говорим про мобильный вот этот вот лаунчер, или как, или мобильный клиент-сампл от Андрея Сукре, там вроде даже есть какой-то вот автоустановщик всего этого дела. Давайте теперь мы немного вот так вот поговорили с вами про мобайл, про то, как он появился, про то, что с ним делать вообще, кто там что с ним делает. Давайте теперь немного поговорим про мое мнение насчет всего вот этого вот самого мобайла. Вообще достаточно хорошо, что вот какие-то там сампы и так далее, они адаптируются под телефон, потому что сейчас мобильный гейминг представляет из себя достаточно такие, знаете ли, ну какие-то, ну однообразные какие-то скучные игры, там единственное, что вот там World of Tanks разработали, там Clash of Clans, Clash Royale, там, блядь, что там, какие-то еще игры есть от Суперцелов. В общем, какие-то такие, ну, легкие, простенькие такие игры, они есть, то есть до каких-то сложных 3D-игр, ну их там либо очень мало, либо они с очень большими системными требованиями, либо там очень много доната, либо там много еще чего-то. То есть мобильный гейминг, он сейчас находится в таком зарождающемся состоянии, непонятно вообще, во что можно играть на мобильном телефоне. Однако, вот вы знаете, я рад, я в самом деле рад, что вот адаптируется там вот этот вот самп под телефон, потому что, потому что в самом деле сейчас 2019 год, и вы знаете, на каких-то скучных парах, на скучных уроках, в принципе, на скучных каких-то занятиях хочется поиграть во что-то такое, знаете ли, новое, а не в какой-нибудь там Subway Surf, там, или в еще какие-то подобные игры, то есть действительно хочется чего-то нового. Хоть и GTA San Andreas, как бы это игра 2004 года, мультиплеерно GTA San Andreas, GTA Samp вышел там в 2006 году, так или иначе, так или иначе. Это хоть онлайная мультиплеерная игра, онлайная, блядь, ладно, онлайновая мультиплеерная игра, в которой, ну, то есть можно много всего сделать. Там, допустим, мне кажется, не отыгрывать роли плей, потому что, ну, на телефоне, как мне кажется, это достаточно неудобно, неудобно вводить вот все вот эти вот там команды, вот эти вот все RP-отигровки и так далее, там, а как вообще, я даже не вот, я даже не могу представить, а как машину, допустим, заводить на какой-то, на мобильной какой-то вот версии GTA Sampo, как там это все работает, как там это все происходит, к сожалению, я на данный момент не могу это все протестировать, потому что у меня, как бы, телефон, так сказать, не позволяет ничего подобного сделать, там, знаете, 8 гигабайт вот этой вот встроенной памяти, из которой доступно всего 4 гигабайта, которые заняты какими-то важными системными приложениями, по типу, там, приложения банка, там, приложения какого-нибудь Google Аутентификатора и всего-всего прочего, то есть, исходя из всего этого, ну, как-то, ну, я даже не знаю, я даже не знаю, но я очень хочу, чтобы как-то вот в будущем все это делалось намного проще, чем это делается сейчас, потому что сейчас это так или иначе работает через какие-то костыли, и вообще непонятно, как там все с синхронизацией, со всем прочим, я посмотрел, там, какие-то летсплеи от вот этих вот самых детей на Ютубе насчет вот этого вот всего мобильного Sampo и всего-всего прочего, ну, ну, я не знаю, я вот, если честно, я не могу о чем-то там конкретном судить, вот, смотря просто на это, мне нужно самому поиграть, а поиграть сам я не могу, поэтому, в общем-то, как-то так, но у всего этого, вы знаете, есть один очень большой минус, это автономность, то есть, допустим, у вас там в школе, я не знаю, сколько, 6, там, 7-8 уроков, из которых вы сидите где-то 5 уроков, но так или иначе, зарядки, как мне кажется, ну, если вы будете активно играть в GTA Sampo, как бы, ну, не хватит, потому что GTA Sampo, она все-таки достаточно энерго, такая, знаете ли, затратная игра, и я думаю, что, как бы, долго поиграть в GTA Sampo на мобилке не хватит, однако, однако, если я сейчас говорю какую-то полную хуйню, и у вас там, допустим, вы приходите на первый урок, там, или на первую пару, если вы учитесь где-то там в колледже и так далее, и можете там поиграть вплоть до 6, до 6 урока, там, до 4 пары, и у вас все еще будет нормально, телефон еще не разрядится, то, в принципе, можете написать об этом в комментарии, потому что, ну, будет интересно почитать, как лично мне кажется, то есть, ну, ну, как-то, ну, телефон, наверное, не доживет там до какого-нибудь обеда, если вы будете прям очень активно затрачивать в GTA Sampo на максимальной яркости и так далее. Конечно же, многие школьники, многие подростки, многие дети, они с режимом энергосбережения играют, но это все равно, как бы, не то немного, а ходить все время как-то с пауэрбанком, вот с этой вот штукой, типа, чтобы постоянно подзаряжался телефон, и там, не разряжался, и все было, впрочем-то, хорошо, ну, я не знаю, для меня это все равно какие-то костыли, я привык, что телефон это что-то такое, знаете ли, автономное, просто вот ты какую-то одну штучку такую взял, и просто с ней ходишь, тут у тебя и звонки, и калькулятор, и интернет, и все такое, и тут же ты можешь зайти там в GTA Sampo играть, ну, ну, я не знаю, наверное, потому что у меня нет еще опыта у самого вот во всех вот этих вот, знаете ли, мобильных GTA Sampo играх, однако, если вы все-таки в это уже играли, смогли заценить, как там все это работает, и можете поподробнее описать весь процесс там установки, весь процесс всего вот этого вот геймплея в GTA Sampo на мобилке, то, в принципе, можете вот все, обо всем об этом рассказать в комментариях под данным видеороликом, я все это прочитаю, такой скажу, типа, ебать, пацаны, ну, в принципе, Sampo Mobile-то неплохо, ждем тогда Arizona Mobile от Arizona, в котором можно будет, там, знаете ли, играть на Arizona с каким-нибудь там комфортным пингом, с комфортным FPS, блять, и, понимаете, мне вообще это непривычно говорить, а раньше проблема какая была у телефонов, то, что не хватало места для каких-то игр, сейчас телефон просто лагает от того, что игры пошли дико охуительные, ну, ну, блять, это пиздец, мы переживаем какую-то новую технологическую информационную революцию, просто там, я не знаю, цифровую революцию 21 века, или что-то наподобие того, я по-другому как-то это все описать, ну, не могу. В общем-то, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, там, ставьте лайк или дизлайк, пишите как можно больше комментариев, в которых вы там можете похуйсосить меня, или сказать наоборот, блин, какой же классный ролик, всегда хотел посмотреть, а тут вот как раз-таки посмотрел и не пожалел, всем спасибо, всем пока.